Виталий Александрович Александрович – физико-химик-экспериментатор, участник атомного проекта с 1944 года. Некоторое время Александрович работал в Ленинграде, в Институте химической физики, где познакомился с Харитоном Изельдовичем. С 1946 года работал над созданием нейтронного запала, созданном при лаборатории номер 2 КБ-11. Годом позже возглавил одну из новых лабораторий. После успешного испытания первой советской атомной бомбы Виталия Александровича удостоили Сталинской премии и наградили Орденом Ленина. За свои заслуги ученый получил также Орден Трудового Красного Знамени. Личности Виталия Александровича была посвящена встрече в городском музее. Мы сегодня здесь встречаем наших самых уважаемых ветеранов в рамках декады пожилого человека. Проводим такую тематическую встречу, которая посвящена уникальному человеку, которого знал, наверное, весь наш ядерный центр, химик известный, это Виталий Александрович Александрович. Ему в этом году исполняется 120 лет со дня рождения. На тематической встрече ученый и отец ветеранам рассказали о личности ученого, о его вкладе в атомную отрасль. Сотрудник музея также затронула моменты биографии Виталия Александровича, отметила интересные факты из его частной семейной жизни. Также гости узнали о личных качествах Александровича. Его характере – из воспоминаний современников. Мы решили вспомнить этого человека не только со стороны ученого, но и как отца, многодетного отца, уникального человека, у которого было даже такое прозвище, батя его все называли. Поэтому мы поговорим немножечко о его личных качествах, используем некоторые материалы из наших фондов. Старший сын ученого Гелий был основателем городского литературного объединения «Радуга» и сам писал стихи. На тематической встрече ветераны познакомились с его творчеством и сами могли продекламировать несколько произведений. Но разум отпускает тормоза, стихи себя выстраивает сами, и образы встают, как образа, с огромными печальными глазами. Гостям мероприятия показали различные советские предметы из фондов музея, которые дополнили информацию о Виталии Александровиче. В рамках декады пожилого человека в городском музее также проходят экскурсии по выставке. Продолжение. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.